здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно сегодня мы собрались чтобы приготовить ребрышки на мангале конечно же как всегда нам погода приветствует и не только но самое главное этом же деле хороший рецепт правда ну а вы уже погоду себе подбирайте сами поехали и как всегда нам первую очередь нужно подготовить мясо у меня здесь сегодня почти два килограмма вот таких красивых ребрышек это свиные и конечно же я в первую очередь сейчас хочу очистить от жира все можно таким способом готовить естественно не только свинину но и баранину говядину что предпочитает ваша семья то и готовьте и используйте сейчас у меня здесь наверное будет пол килограмма жира одна сторона подготовлена я максимально повырезала жир конечно же нужно его немножко оставить это будет намного сочнее еще так и с этой стороны тоже видим и жирок и желательно снять вот эту пленку тогда будет ну и с пленкой снялся и весь жир лишний красота так посмотрите все подготовлено мясо очищено вот сколько жира реально здесь полтора килограмма мяса и что я делаю дальше дальше нам нужно сделать вот между косточками надрезы но не до конца чтобы это мясо все-таки оставалось ну таким одним сплошным куском видите вообще это мясо можно и оставить одним таким куском можно порезать порционно но порционно уже не так вкусно и сочно а надрезаю для того чтобы она все лучше промариновалась мясо подготовлено сделала надрезы сейчас буду готовить сухой маринад смотрите здесь у меня полтора килограмма наса на 1 килограмм берем 20 грамм соли то есть у меня здесь 30 грамм также взяла две неполные чайные ложки паприки неполную чайную ложку черного молотого перца и сухой чеснок и сейчас вот этой сухой смесью нам нужно хорошо натереть мясо вот это видите в разрезы последний штрих для того чтобы все лучше промариновалась смотрите я добавляю совсем совсем чуть-чуть растительного масла и сверху натираем таким образом масло запечатает вот эти все специи которые мы добавили в мясе и последнее что я делаю сейчас вот это мясо можно обвернуть пищевую пленку и отправить в холодильник я же возьму не пленку а сразу же сольгу мы не будем запекать несколько слоев такое мясо очень удобно тем что его можно замариновать даже за сутки до пикника я вот примеру сейчас вечера это все замариную и уже завтра будем запекать но я отправляю это в холодильник но можно вот этим всем натереть оставить на частик полтора пока она горит ваш мангал и сразу же жарит тоже хорошо пропитать ребрышки уже замаринованы и пока нагорает мангал мы сделаем картошку смотрите я очистила картофель если у вас будет молодая картошка то можно и не очищать просто хорошо вымыть и разрезаем я вот такую среднюю картошку разрезая на 4-5 часей я не знаю почему но как только мы собираемся снимать что-то на природе вечно дождь и ветер вообще почти все ролики которые есть на моем канале всегда вот такая штука голос 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 смотрите когда картофель измельчила сейчас я ее заправлю посолю но я буду использовать свежемороженое сало если вы будете использовать соленые естественно соль в картофель не добавляйте соли и все специи я всегда беру на глаз так добавляю и перец если ветер не сдует также специи какие вы любите я обязательно добавлю немножечко сушеного чеснока и у меня есть моя любимая приправа к саву панская вам уже не раз про нее рассказывала обязательно напишу в описании ее состав и вот так это все перемешаем сейчас берем сало смотрите сало у меня мороженое я нарезаю его вот такими ломтиками не очень толстыми ну и когда все подготовила собираем шашлык из картошки берем шампура и так кусочек сала картошка снова таки сало картошка ну и так чередуем можно кусочек сала съесть я обожаю сало и у нас в итоге получится такой шашлык я вам скажу что когда нет мяса то мы даже часто готовим просто вот такую картошку с салом это тоже очень вкусно ну вот как то так у меня все получилось и сейчас это все нужно обвернуть фольгу оскар оскар ходи сюда ходи сюда ходи ходи сидеть 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 сиди бред ходи сюда ходи сюда ходи сюда ходи туда ходи туда итак выкладываем картофель мы специально обматывали фольгой он быстрее приготовиться но не обгорит ну и конечно же уже ребра мы тоже отправляем сейчас на гриль и на мангал также они должны быть фольге и теперь ребра ну и конечно же картошку я буду переворачивать каждые 3-4 минуты мы специально положили это все на огонь мы специально положили это на огонь для того чтобы была такая шоковая высокая температура когда ребра жарится на гриле сделаю соус смотрите я взяла чайную ложку сахара но вы можете взять и мед если есть у вас коричневый сахар то это будет вообще идеально дальше я добавляю сюда томатный соус это у меня кетчуп здесь уже кстати есть и чесночок и немножко специй также добавим сюда красного сухого вина можно брать любое не только красное все бы быстрее уже шашлычок ну и также я добавляю немножко базилика специи можете добавить абсолютно любые а можно и вообще не добавлять и это все хорошо перемешиваю и сейчас нам нужно снять фольгу уже с мяса ооо сколько сока посмотрите а видите ребрышки уже начали отставать кость от мяса и начинаем обильно смазывать нашим соусом который мы приготовили так аккуратно забираем фольгу переворачивай ох как уже все начало румяниться и с этой стороны тоже хорошо смазываем соусом так посолила салатик сок лимона и немножечко масла так посолила салатик сок лимона и немножечко масла ну и все друзья спустя 40 минут наши ребрышки готовы итак смотрим что у нас получилось смотрите оно отлично прожарилось ну и посмотрите какое мясо сочное и вот посмотрите какая румяная картошечка красота красота друзья посмотрите какая красотень получилась ну что ж вот такая в итоге друзья красота у нас получилась мне уже лично не терпится чтобы попробовать ну давайте по вкусу они конечно же идеальные очень сочное сочетание вкусов бомба друзья ну а я же друзья надеюсь что такое видео вам понравилось не смотря на все препятствия мы все-таки его отсняли мясо получилось просто обалденным если же вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал не забывайте о колокольчиках до новых встреч всегда на канале вкусно просто и доступно готовьтесь с любовью будьте здоровы и не забывайте о фотоотчетах пока и хороших вам праздников пока и как